Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, мы рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры. Не только в формате тест-драйв, но и в формате обзоров технического плана, где мы разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Когда речь заходит про малолитражные компактные автомобили из Японии с правосторонним расположением рулевого управления на ум, прежде всего приходят модели раскрученных брендов, такие, например, как Toyota Vitz или Nissan March. Сюда же и крайне популярная на родине малолитражка Honda Fit, продаваемая огромными тиражами у себя дома в Японии. Но довольно мало кто вспомнит про модели от компании Suzuki. Хотя среди этих машин есть также достаточно интересные варианты. И сегодня речь пойдет как раз о таком автомобиле, без пробега по России. Это пятидверный компактный хэтчбэк с объемом двигателя 1 литр, но со своими интересными особенностями. Встречайте, Suzuki Baleno, второе поколение, кузов ВБ. Suzuki Baleno второго поколения выпускался сразу для нескольких рынков сбыта. Естественно, это был домашний японский рынок, а также рынок Европы и Арабских Эмиратов. На каждый рынок машинки имели свои определенные особенности. Но сегодня мы будем говорить именно про праворульные версии для Японии. Для японского рынка под капотом этих машин могло устанавливаться всего два варианта моторов. Объемы 1 и 1,2 литра. Литровый мотор был оборудован турбонаддувом, выдавал 111 лошадей, что очень неплохой показатель мощности с литра. Ну, а двигатель 1,2 развивал 91 лошадь. При этом младший по объему турбомотор комплектовался шестиступенчатым автоматом, а старший по объему 1,2 вариаторной коробкой. Привод сугубо на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр 2016 года выпуска. Под капотом литровый турбомотор на 111 лошадиных сил, классический автомат и 61 тысяча пробега по Японии. Кузов у этой машины в заводском окрасе. Интересный на вид, необычный по дизайну, кузов этого автомобиля имеет следующие габаритные размеры. Длина машины 3,99 метра, ширина 1,74 метра, а высота 1,22 метра. Колесная база при этом составляет 2,52 метра. Машина верткая, радиус разворота всего 4,9 метра. При этом очень легкая. Снаряженная масса от 910 до 950 килограммов, в зависимости от исполнения. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, у этой машины разброс показаний толщиномера лежит в диапазоне от 70 до 100 микрон. Так что окрашены Сузуки Болена чуть тоньше, чем мы привыкли видеть на большинстве машин японских производителей. Обзор автомобиля по традиции начинаем с багажника. Тем более, что это хатчбэк, а следовательно, практичность это про него. Багажник здесь на самом деле небольшой. Он не длинный и вдобавок еще и довольно мелкий в плане глубины. Сам проем здесь довольно-таки не широкий. По его средней части ширина всего 89 сантиметров. Чуть выше он немножко пошире, но опять же упоры для полки сужают пространство до 92 сантиметров. Высота багажного отделения до полки всего 41 сантиметр. А длина до спинки передних сидений около 64. Соответственно, для перевозки более или менее крупных грузов багажник придется увеличивать за счет складывания спинок заднего сидения. Складываются они достаточно легко и не образуют ровный пол. Есть наклон, правда, он здесь довольно-таки небольшой. В этом случае полезная погрузочная длина салона у вас увеличится до отметки метр сорок. Ну а если проталкивать длинный груз между передними креслами так, чтобы он еще не мешал вам работать с селектором коробки передач, то это будет около двух с небольшим метров. Где-то 2,05-2,10. Что касается дополнительных удобств по багажнику этого автомобиля, здесь присутствует плафончик освещения с левой стороны. Также присутствует один единственный слева крючочек для пакетов. Слева и справа есть небольшие ниши, куда можно поставить что-нибудь типа бутылки, канистрочки и так далее. Под фальшполом багажника у нас скрывается своего рода второй этаж. По высоте он добавляет совсем немного, буквально около 8 сантиметров. А вот под вторым фальшполом в данном случае уже скрывается в нише запаски формованная емкость, где располагается герметик, компрессор, буксировочная петля, а также инструмент, баллонник и вороток. Сам домкрат в данном случае закреплен на задней панели кузова. Больше ничего особо интересного в багажнике этого автомобиля нет. Ну а теперь про салон. Попав сюда, можно отметить, что места здесь на самом деле достаточно. Отчасти на это играет и дизайн приборной панели, благодаря вертикальной плоскости, которая достаточно далеко удалена от водителя. Так, чтобы дотянуться до панели климат-контроля, приходится отрывать спину от сидения. Сидеть при этом достаточно удобно. Я при росте 1,86 м быстро подобрал для себя хорошую посадку. Рулевая колонка в нашем случае имеет регулировку как по наклону, так и по вылету. Причем, в принципе, диапазон этой регулировки довольно-таки большой. Что касается диапазона регулировок самого кресла, то если я отодвигаюсь до упора назад и опускаю сидение в самый низ, моя левая нога оказывается полностью выпрямлена в колени. И при этом носком я не дотягиваюсь до пола, даже если постараюсь это сделать. Так что для рослых водителей запаса пространства в Сузуки Болена должно хватить с избытком. Что касается упора для локтей, слева здесь ничего абсолютно нет, а справа у вас обшиты тканью подлокотник на дверной карте. Удобно расположен блок клавиш управления стеклоподъемниками и зеркалами. Справа на панели под дефлектором вентиляции, кнопка запуска остановки двигателя, а также блок клавиш, где у нас система предотвращения столкновений и система стабилизации. Также здесь имеется корректор фар. На рулевом колесе в нашем случае только клавиши управления круиз-контролем, причем круиз на этом автомобиле адаптивный, который умеет выдерживать дистанцию и скорость до впереди едущего автомобиля. Подрулевые переключатели на своих местах, переключаются они с пластиковыми щелчками, но тем не менее тянуться к ним не приходится, довольно удобно. Кстати, сам руль в данном случае имеет отделку кожей и очень неплохо лежит в руках. Во всяком случае, он абсолютно не скользкий. На самой приборной панели кнопок управления минимум. Здесь у нас магнитола стандартная на 2 Дина, на экран которой выводится изображение с камеры заднего вида. Кнопка аварийной сигнализации, справа светодиод штатной охранной системы, внизу довольно оригинального дизайна, панель управления климат-контролем с дисплеем. Правда, в данном случае никаких дополнительных функций нет. Все абсолютно стандартно. Скорость вращения вентилятора, регулировка температуры, подогрев заднего стекла, рециркуляция, выключение авторежима, режим обдува и кондиционер. Все очень просто. Еще одна клавиша располагается рядом с ручником, и это подогрев сидения. Правда, в нашей комплектации только водительского. Селектор коробки передач здесь абсолютно привычной формы, с прямой прорезью и курком-блокировкой. Опять же, никаких вопросов по удобству пользования селектором здесь нет. Что касается мест для хранения, бардачков, ниш и подстаканников здесь не так уж и много. Есть карман для мобильного телефона прямоугольной формы, внизу центральной консоли перед селектором коробки передач два подстаканника, и еще один подстаканник на центральном туннеле за рукояткой стояночного тормоза. Также здесь у нас присутствует штатный бардачок, он небольшой по размеру, но бумаги А4 туда вполне войдут. И внизу дверной карты есть карманы, плоскую часть которого можно использовать для хранения, ну а передняя часть имеет полукруглую форму и рассчитана на установку бутылочки с водой, о чем сделана соответствующая пиктограмма на дверной карте. Что касается обзорности в этом автомобиле, линия лобового стекла здесь довольно высокая, панель выглядит массивной, а само лобовое стекло кажется узким, капот полностью невидимый, в любом положении сидения края его будут вам не видны, но в принципе компактная машина не так уж это и страшно, дело привычки. Что касается боковой линии остекления, то здесь наоборот, она находится ниже привычных отметок, зеркала боковые в данном случае хоть и имеют скругленную форму, большие по площади, соответственно информативные для маленького автомобиля, но парковаться задним ходом помогает камера, так что по части обзорности к этому автомобилю претензий никаких. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Что касается места сзади, на этом небольшом по длине автомобиля на самом деле довольно неплохой запас пространства для задних сидоков, напоминаю мой рост 1,86 м. Если я ставлю ноги на пол, мои колени касаются спинки переднего сидения при моей регулировке, но не упираются в нее. Само заднее сидение в данном случае абсолютно плоское, это касается как подушки сидения, так и спинки центрального подлокотника в данном случае нет. Три ремня безопасности, три подголовника, есть небольшой тоннель на полу под ногами среднего пассажира. Из дополнительных удобств 12-ти вольтовая розетка внизу. Также здесь у нас отделанные тканью подлокотники, аналогичные тому, что мы видим на дверных картах передних дверей, и карман под бутылочку с водой. Более для задних пассажиров здесь нет ничего. Сама посадка вертикальная, подушка заднего сидения находится значительно выше, чем подушки передних сидений, так что вы сидите как будто на втором ярусе амфитеатра. Сидение в меру жесткое, не супер комфортное, но здесь вертикальная посадка и в целом довольно удобно. Единственный момент, что мне с моим ростом не очень хватает запаса пространства над головой. Голова не упирается, но головной убор здесь будет явно лишним. Под капотом Сузуки Болена мог располагаться один из двух вариантов двигателей. Старший по объему 1,2 литра атмосферный. Этот двигатель имеет 4 цилиндра в ряд. Здесь цепной привод ГРМ, есть фазовращатели, гидрокомпенсаторов нет и раз в 100 тысяч километров вполне можно столкнуться с необходимостью регулировать зазоры, по крайней мере по регламенту. Впрыск топлива обычно распределенный, но у этого двигателя есть одна особенность. Это 8 форсунок, так называемый дуалджет. Двигатель 1,2 выдает 91 лошадиную силу и 118 ньютонометров крутящего момента. Несмотря на малый объем, это крайне ресурсный агрегат, способный отходить за 300 тысяч километров пробега, причем конструктивно мотор практически лишен слабых мест. По большому счету, проблемы на этих моторах могут подкинуть либо индивидуальные катушки зажигания, либо, как вариант, у тех, кто очень не любит вовремя менять масло и эксплуатирует машину на грязном отработавшем, либо по причине долгих интервалов замены масла, здесь могут засориться клапана фазовращателей. Помимо топливной экономичности, этот двигатель отличает еще и небольшой объем заливаемого масла, всего 3,1 литра, вязкость 5W30. Второй двигатель, как в нашем случае, это тоже рядник, но трехцилиндровый, дополнительно оснащенный еще и туба наддувом. Съем с литра крайне солидный, 111 лошадиных сил и целых 160 ньютонометров крутящего момента. Индекс этого мотора К10С. Что касается надежности, с ней тоже все в полном порядке. Мотор также цепной, и его ресурс лежит в районе 200-250 тысяч километров. Может, проходит и больше, смотря как будете следить, какой бензин использовать, и как часто менять масло на турбомоторе. Смена масла должна осуществляться не реже, чем раз в 5000 километров пробега. Особенно, если вы любите эксплуатировать мотор на повышенных оборотах. Этот двигатель уже требует высокооктанового 98-го, желательно бензина. Что касается коробок передач, литровый турбомотор сочетается с автоматической шестиступкой фирмы A7. К ней вопросов нет. Что касается вариаторной трансмиссии на двигателе 1.2, то это Jatka JF015E. Та самая трансмиссия, которая успела нехорошо прославиться на таких моделях, как Nissan Juke в 2011-2012 годах. Однако, к моменту, когда эта коробка попала на данную модель, в начале ее выпуска, трансмиссию все-таки вылечили от большинства детских проблем. Единственное, на что все же следует обращать внимание при осмотре подержанного автомобиля с такой трансмиссией, так это на то, чтобы при езде не было постороннего шума, а именно гула, который может указывать на износ конических подшипников внутри вариатора и, как следствие, оказаться предвестником скорого ремонта. Также помните о том, что гидроблок у этих вариаторных трансмиссий не терпит грязного масла. Интервал его замены здесь строго небольшой. Около 40 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как посмотреть на Suzuki Balena снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету. Вооружившись рулеткой, посмотрим, где же у этого автомобиля низшая точка и сколько это в сантиметрах. А низшая точка у этой машины находится под защитой моторного отсека. До нее от поверхности земли всего 10 сантиметров. Так что идею пропускания высокого препятствия между колес стоит оставить сразу же. До переднего бампера, если говорить про брызговичок, 12 сантиметров, а до самого края бампера около 14-15, тоже не самый большой показатель. Что касается расстояния до брызговика, это 14 сантиметров. До порога также 14 сантиметров. Задняя часть машины немножко повыше. До брызговичка 15 сантиметров, ну а до порога порядка 19. До брызговика на заднем бампере 21 сантиметр. Так что автомобиль этот на самом деле далеко не высокий. Помните об этом, если с дорогами в вашем регионе все обстоит не очень. Ну а по традиции парковаться к высокому поребрику лучше все же задним ходом. Что касается ходовой части Сузуки Болена, это традиционный хэтчбэк малого класса. Спереди используется подвеска типа Макферсон. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь присутствует. Стойки у него непривычно большой длины, ну а доступ к втулкам стабилизатора есть. Но при этом все же частично, скорее всего, придется маленько подразобрать. Как минимум, защиту моторного отсека демонтировать. По шаровым опорам здесь они у нас выполнены неразъемными официально вместе с рычагом и меняются в сборе. Рулевая рейка естественно электрическая, никакой гидравлики в рулевом управлении здесь нет. По кондиции этого конкретного экземпляра все очень даже хорошо. Нареканий по технической части здесь нету в принципе. По ходовой части все исправно, по двигателю тоже все абсолютно сухо, нет никаких подтеков ни по самому мотору, ни по элементам турбонаддува. Днище автомобиля, кстати, несмотря на японское происхождение, довольно щедро обработано заводским антикором. Кроме центрального тоннеля, все остальное здесь, по сути, задуто с завода. Антикор присутствует на порогах, на лонжеронах, причем уходит аж за передний подрамник. Единственное, что в районе выхлопной трубы и банки глушителя на тоннеле пола здесь антикор все же нанесен локально. Но по меркам машин для японского рынка обработан боленом довольно серьезно. В задней части автомобиля мы видим заднюю подвеску. В данном случае это самая обычная, по сути дела, балка. Здесь есть сайлентблоки на балке и втулки на амортизаторах, которые здесь стоят отдельно от пружин, что облегчает замену данных компонентов. Также в данном случае у нас есть своего рода усилитель задней балки в виде отдельного прута, напоминающего стабилизатор поперечной устойчивости, который проходит внутри нее. Здесь же под днищем мы видим пластиковый топливный бак объемом 37 литров. Горловина у него резиновая, так что с коррозией элементов топливной системы вопрос здесь априори закрытый. Барабанные тормоза сзади и дисковые спереди. В целом довольно простая конструкция, которая должна быть надежной. Таким мы увидели сегодня компактный хэтчбэк Сузуки Балена для японского рынка. Машина 2016 года выпуска, пробег 61 тысяча километров, родная краска, литровый турбомотор и автоматическая коробка передач на 6 ступеней. Если у вас был или есть подобный автомобиль, и вам есть в чем нас дополнить и в чем нас поправить, укажите все это в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр на нашем подъемнике, есть шанс, что к моменту выхода этого сюжета машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию по автомобилю можно уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видеороликом. Звоните, пишите. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!